Сеанс у Димы, у Ванечка, 4 года у меня сына. Он у меня спал беспробудно практически, только вставал есть, был в гостях, спал там без просып, хотя там и собака, и что только не было, он там спал, вот за всю жизнь отсыпался ребенок просто. Он стал больше говорить, просится гулять, просится есть, просится на горшок, причем и сикать, и какать, и все, что хочешь. И он перестал быть пассивный как-то. У него как-то желание появилось, что ли, двигаться, или жить, ну, вот какое-то, что он сам хочет чего-то, что вот я пытаюсь подползти там как-то по-своему. Ну, а по телу изменилось, освободилась нижняя часть лица, грудная клетка, соответственно, изменилась, изменяет форму. Появились признаки лордоза у него, ноги вообще волшебные, мягкие совершенно. Руки перестали быть с натянутой вот этой вот мышцей, освободилась сначала бицепс правой руки. И они как бы вот, ну вот и в роликах у Надежды Леонидовны говорится, что как бы наполняется, как будто вот это вот масластое все вдруг начинает оживать, живет и поправляется, и вообще откуда это все берется. И теперь все время просит есть, и я хочу все время есть. Ну и, слава тебе, Господи, меня заметил муж наконец, что да, да. И изменилась форма шва у нас. Ушел такой бугорок с верхней части. Оказывается, теперь у нас есть пупок, который был завернут там вот в эти все скалатки. Ну, теперь мы гордимся тем, что у нас есть пупок, если мы дорогие, как все, абсолютно. Ну, в общем, изменения идут. Я это замечаю. Сколько ты работаешь сама? Ну, вот как мы закончили. Когда закончили? Месяц назад. Вот, за месяц. То есть, получается, все такие... Ну, по 7-го апреля. Если сеансы, я немножко... Три недели, за три недели такие результаты. В машине получилось у меня как-то это. Потом в гостях ночью. Ну, потом это тут у нас пропускали, потому что, наверное, раскрутка была и моя тоже. Потому что мне было очень просто плохо. И я не смогла с ним работать в этот день. Ну, а так мы занимаемся в основном с ним ночью. Иногда днем. Руки он не убирает. Он даже бывает, что вот возьмет и держит их. Прямо в цепи. Или вот так вот положит. Я согласен. Но он хохочет жутко. Это вообще прям. Я говорю, Ваня, я уже перестаю все слышать. Что ты там делаешь? Вот. Ну, так, в общем, все положительные изменения есть. И очень даже существенные. А когда увидела его остеопат, она сказала... Уволился. Ваня, вот это у тебя грудь. И, насколько я поняла, у нас в городе есть доктор остеопатии. Единственный доктор остеопатии. Мы не к ней ходим в прием. Когда она услышала о том, что произошло с Ваней после этого сеанса, и происходит сейчас, мне отбисло через. Просто. Из какого ты города? Из Нижнего Новгорода. Ого. У нас есть Рыжова. Галина Николаевна. Может быть, знаете, такой. Это доктор остеопатии. Который был в шоке. Того, что с ним произошло. Но, к сожалению, когда я сказала нашему остеопату, что нет от БФМ и остеопатию, я не могу даже поставить вот рядышком, она обиделась. Вот этого конфронтации не надо. Это не изгуд. Остеопатия, она всегда есть, она помогает. Замечательно. Столько людей этому под этим знамяем. Нет, я просто объяснила, что по расслаблению, потому что я это прочувствовала на собственной шкуре, и остеопатию, и БФМ. Ну, в общем. По расслаблению. Мы не за войны, мы за это. Вот так вот. Мы за мир, за согласие. Глава то, что они стараются теперь учиться сюда ехать. Ну, слава Богу. И слава Богу, я считаю. Все методы хороши, каждый метод имеет свое, но это действительно, вот, БФМ, он... Просто по расслаблению, я ей объяснила. Расслаблению еще будет. Еще дальше будет. Метонизация. То есть там еще фаз, как мы видим, расслабление, только вот предтеча. С собой я работаю только вот на эту область. После родов мне поставили эндометриоз. Я как бы не могу сказать, что эндометриоза у меня нету, и это врачебно зафиксировано. Но один из симптомов у меня ушел. Хорошо, у тебя вот еще диафрагменты смотрели просто. Ну, впереди же еще семинар. Вот это вот так. Просто, когда я дышу сыном, я на автопилоте его додышу и ложусь вот так вот сюда себе и не сплюну. Сын, кстати, стал переворачиваться во сне сбоку на бок, спит на спине, с утра он всегда спит на спине вот так, развалившись. И он перестал бить вот в калачик, и с утра он никак не может развернуться, и мне приходилось его просто вот так вот разгибать тихонечко, чтобы по маме помочь ему вот так вытянуться, вытянуться, чтобы хоть как-то ему было не так тяжело. А сейчас он у меня сам все это делает. Он подтягивается, и что только он не вытворяет. Сам себе помогает. Спасибо. Спасибо.